И пошел! Слово Иисуса в тот же момент исполнилось. Слава Иисусу! В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 21 стих, сказано так. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Аминь! Иисус, всемогущий Сын Божий! Своим словом, Он оживил омертвелые руки и ноги этого больного и снова сделал Его здоровым. Аминь! В 25 стихе сказано тоже. Истина, истина говорю вам. Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Этот больной, это мы. Еще раз посмотрите на стих 5. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Мы должны видеть себя, как я лежал в постели жалобы, в постели зависимости и полагался на других людей. Есть постель сомнения, постель страха, постель греха пухоти и другие, много других разных, грязных постелей. Как мы можем убрать эти постели и начать новую жизнь? Нам надо слушать глаз Сына Божьего. Аминь! Если мы слушаем глаз Сына Божьего, даже если мы умрем, оживем. Аминь! Слова Иисуса имеют самую большую власть и силу, и это самое ценное, что мы можем иметь в этом мире. Аминь! В этом событии реакция больного тоже очень важна. Он почувствовал, что исцелился, и тотчас взял свою постель и пошел. Некоторые, даже услышав Слово Господа, не встают, потому что не хотят жить самостоятельно. Им лучше лежать на постели и получать постоянное служение от других. А некоторые тоже не забирают постель, потому что, ну, для того, чтобы потом можно было опять возвращаться к прошлой жизни. Такие люди не могут испытать силу Слова Господа. Но этот больной повиновался Слову. Только через повиновение Слову Иисуса сила Иисуса проявляется и творятся чудеса. Аминь! Благословляю вас, чтобы через повиновение каждый испытал новую жизнь. Аминь! На протяжении 20 лет я служил многим братьям, чем и через изучение Библии. Брат Ваня, Олег, Игорь, Гена, Руслан, Дима, Фестов. Однако никто из них не стал учеником Иисуса, и во мне появилось отчаяние. 38-летний больной после первой неудачи еще имел надежду, но после третьей, четвертой, пятой неудачи он стал неизлечимо больным внутри. И как у этого больного у меня усугубилось отчаяние. Тем более я усердно работал на работе, но не стал богатым. И вдобавок к этому, своим прямолиненным общением я постоянно ранил других. Потому что во мне был закон Юбьев, дух повиновения. Знаете, да? Но мне казалось, что пастырь Иоанн идет на компромисс с теми, на кто не повиновается. Во мне поднялась буря сомнений. И пастырь Иоанн поменял направление. И вот так годами я страдал из-за сомнений, гнева и отчаяния. И так сомнения сделали меня 38-летним больным. Я лежал, как этот больной, 38 лет. А, я не лежал, как этот больной, 38 лет. Но внутри я был смертельно больным от отчаяния. Разные безумные мысли терзали мою голову. Правильно ли я живу? Знаете, я сомневался даже в любви Бога. Это страшно. Действительно, Бог любит меня. Тогда почему Он дает мне так много страдать? Я думал, что, может быть, мне надо кардинально изменить мою жизнь. Может, лучше стать более наглым и дерзким, как другие, и посвятить себя бизнесу? Или, может, переехать в другой город, или даже в другую страну? Знаете, когда в этом году Бог чудесно благословил и дал мне квартиру, я еще больше отчаянся. Потому что это ограничило мои такие планы. Бог так помиловал меня и дал квартиру, о которой даже мечтать не мог. Ну, я жаловался и плакал. Вот это точно больная голова. Через это слово я услышал голос Иисуса. Хочешь ли быть здоров? Аминь. В этом слове я почувствовал такую огромную любовь ко мне. Иисус говорит, встань, возьми постель твою и ходи. Аминь. Я увидел, как долго я лежал на постели отчаяния, отрицательных мыслей и неблагодарности. Иисус так любит меня и умер на кресте за меня. Аминь. Все пастыри любят меня. Аминь. Во всем мире меня знают и поддерживают. Бог создал даже интернациональную домашнюю церковь и дал мне хорошую жену, которая любит Бога больше всего. Аминь. Бог дал мне хороших троих детей и даже квартиру. Аминь. И у меня есть работа. Аминь. 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 Даже машина. Даже машина. Аминь. Аминь. Поэтому, повинуясь Слову Иисуса, я убрал постель отчаяния и неблагодарности, начал славить Иисуса. Аминь. Бог открыл мне, что быть здоровым, это значит знать свою ценность перед Богом. Аминь. Еще раз давайте мы повторим. Быть здоровым, это знать свою ценность перед Богом. Повторим. Начнем. Быть здоровым, это знать свою ценность перед Богом. Аминь. Бог отдал ради нас Иисуса Христа. Насколько Ты драгоценный. Насколько Ты драгоценный. Я услышал голос любви Господа и сомнение, которое так долго мучило меня, исчезло. Любовь Господа ко мне удивительна. Он вечно хоронит меня на своих путях. Никто в мире, ни друзья, ни близкие, ни даже родители не могут любить меня так, как Иисус. Иисус, Господь в моей жизни. Он поднял меня с постели сомнений и отчаяния. Это были страшные страдания и мучения, и чудом я начал новую жизнь. Я молюсь, чтобы больше никогда не возвращался к старой постели и славил Господа до конца моей жизни. Сейчас я хочу, чтобы каждый из нас услышал голос Иисуса. Хочешь ли быть здоров? Встань, возьми постель Твою и ходи. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твою огромную милость и любовь. Благодарим за то, что Ты, также на Твое Слово, хочешь ли быть здоров? Встань, возьми постель Твою и ходи. Господь, исцели каждого из нас. Дай нам новую жизнь в Тебе. Аминь.